Утро. Культурно-досуговый центр Новоалтайска. Юноши и девушки мирно смотрят мультфильм и ждут. Все, что они знают, сегодня им предстоит изображать заложников. Честно, не знаю даже чего ждать. Все непредсказуемо будет. Будет громко. То, что нас предупреждали, будет громко. Красная карточка на груди, объяснили нам силовики, означает, что персонажу будет суждено условно погибнуть. Желтая проведет весь захват без сознания, зеленая останется в живых. Таковы условия этой игры. Но то, что происходит дальше на игру, похоже, мало. Это напоминает все фильмы про террористов разом. Только здесь ты по-настоящему глохнешь от выстрелов, и в тебя летят стреляные гильзы. Спросить, что чувствуют ребята, нам не разрешили. Для чистоты эксперимента с ними общаются только условные захватчики. Как нам пояснили силовики, если раньше заложники просто сидели и ждали, когда их освободят, то теперь террористы взаимодействуют с ними. Таким образом решили усложнить, но и сделать более жизненным сценарий учений. Как поведут себя люди в экстренной ситуации? От чего зависит, станет ли заложник паниковать или впадет в ступор? С другой стороны, насколько слаженно будут работать различные силовые структуры, освобождая заложников? Ответы на эти и другие вопросы и призваны дать учения. Организаторы признаются, конечно, для всех участников это немалый стресс. Но ведь и терроризм не дремлет. Так что, если подобное произойдет в реальности, лучше встретить врага во всеоружии. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.